В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире, людям приходится нелегко, но тяжелее всего врачам. Они направляют все свои силы на борьбу с вирусом, на помощь людям, часто забывая о себе. Оказать посильную помощь решили некоторые кафе и рестораны города. Полноценное питание для медицинского персонала также важно, как индивидуальные средства защиты. Но резервов заведения общепита надолго не хватит, поэтому они объявили о сборе средств на помощь медикам. Ведь только совместными усилиями можно добиться хорошего результата. Мы объявили сбор средств на платформе Мола-Мола. Горожане жертвуют деньги для этой акции. Помогает кто как может. Кто может перечислить 5 рублей, кто может перечислить 100 рублей. Но мы любому переводу очень рады, потому что в любом случае даже небольшая сумма денег – это уже для нас очень значимо. Надеемся на помощь горожан и в дальнейшем, чтобы и дальше мы могли оказывать помощь. Известная многим пословица «С миру по нитке» сейчас как никогда актуальна. Брещане помогают как могут. Кто-то денежными переводами, кто-то продуктами, а кто-то вызывается помочь приготовить. Брещанка Наталья – профессиональный пекарь-кондитер. Когда узнала об инициативе, решила помочь – внести свою лепту, пусть и маленькую. Я увидела в Инстаграм то, что студия «Гурман» и «Кафе Незабудка» занялись благотворительностью. И мое было предложение, так как я увлечена и занимаюсь профессиональной выпечкой, я решила помочь таким образом испечь пирожки. Вот на будущее будет хлебушек. Я занимаюсь хлебом профессионально тоже. Поэтому вот моя такая помощь. Завтраки и обеды готовят ежедневно. При этом каждый раз повара придумывают для медицинского персонала новое меню. Все по канонам. Сбалансированную и правильную пищу оперативно доставляют медикам. Схема сборки и доставки отработана до мелочей. Все начинается с количества порций. Мы узнаем, сколько порций надо приготовить. Потом уже из этого рассчитываем меню и рассчитываем количество блюд. То вот, допустим, с утра около двух часов стандартная подготовка. Подготовить овощи, бульоны и все остальное уже. Ну и где-то еще полчаса-сорок минут пока все распорционировать и доставка. В каждом заведении завтраки и обеды готовят по очереди, чтобы распределить нагрузку. Взять на себя дополнительную обязанность поддержать врачей так, как повара умеют лучше всего, но кормить вкусным обедом – дело особой важности. На создание такой инициативы владельцев брестских заведений вдохновил пример минского ресторана. Вдохновила очень нас еще акция в Минске. Грильман, вот вроде бы бар, они так организовались, мы им позвонили, все у них расспросили, как нам сделать, как вы это, как доставляете, как упаковываете, как все они нам рассказали. Мы все это еще сами додумали что-то, сами обзвонили всех, все больницы. Если кто-то там думает, что это руководство заказывает себе, это все не так. Непосредственно врачу, который рискует своим здоровьем, доставляются эти обеды. В течение часа все эти блюда доставляют в больницы. Повара надеются, что еда, приготовленная с заботой, способна поддержать и дать силы, которые сейчас так нужны врачам. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Александр Воронин, Александр Бакаревич, телекомпания МБУК-ТВ.